В течение 1993 года в России обострилось противостояние двух высших институтов государственной власти исполнительной в лице президента РФ и его аппарата и законодательной в лице руководства Верховного Совета РФ в основе развернувшегося соперничества лежало различие в подходах к развитию конституционного процесса, осуществлению стратегии и тактики переходного периода. В марте 1993 года на Восьмом съезде народных депутатов консервативная часть депутатского корпуса попыталась ограничить полномочия президента и принять ряд поправок Конституции. Борис Ельцин в ответ подписал указ об особом порядке управления, согласно которому на 25 апреля назначался референдум о доверии президенту. До этого времени деятельность Верховного Совета РФ приостанавливалась. Конституционный суд признал эти действия Ельцина противоречащими сразу девяти статьям основного закона. Экстренно был созван Девятый съезд народных депутатов, который классифицировал указ Ельцина как попытку государственного переворота, за что по Конституции предусматривалось его отречение от власти. Мартовский кризис завершился компромиссом, президент отказался от обращения, а съезд согласился с проведением референдума. 25 апреля 1993 года. Референдум поддержал курс президента, и президент и его окружение приступили к разработке проекта основного закона, в основу которого была положена идея президентской республики. Особые остроты противостояния между исполнительной и законодательной властью достигло осенью 1993 года. 21 сентября Ельцин выступил с телевизионным обращением к народу и заявил, что Верховный Совет перестал быть органом народовластия, а стал оплотом оппозиции. Он подписал указ номер 1400 о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации, на основании которого распускались представительные органы власти, и на 11-12 декабря 1993 года назначались выборы в Государственную Думу. Значительная часть народных депутатов отказалась признать законность действий президента и заявила об отстранении Ельцина от власти. К присяге в качестве нового президента был приведён вице-президент Рудской. Сторонники Верховного Совета организовали демонстрации протеста, на улицах возникли баррикады. Противниками властей была предпринята попытка штурма мэрии и телекомплекса Востанкино. 3 октября 1993 года указом Ельцина в Москве было введено чрезвычайное положение. Для борьбы с оппозицией в столицу были введены танки. Начался обстрел Белого дома. К вечеру 4 октября сопротивление оппозиции было сломлено. Руководители обороны Белого дома Рудской, Хасбулатов и другие были арестованы. Ельцин возложил на себя полномочия по обеспечению прямого президентского правления в стране вплоть до проведения выборов в Федеральное собрание и референдума по Конституции России. 12 декабря 1993 года прошли выборы в Государственную Думу. Одновременно с ними был проведён референдум по принятию новой Конституции, где Россия объявлялась демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления.